МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Среда» вновь поднимает проблемы, важные для рядовых жителей областного центра. На этот раз мы посетили новый город. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А есть и такие, подобные этой улице, улица 40-летия Победы. Асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего, однако не это заставляет сердца водителей биться быстрее, когда они едут по этой улице. На этой улице слишком мало света, и пешеходов здесь просто не видно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После многочисленных обращений жителей за Волжьем мы решили сами проверить возможности ночного проезда по улице. Скорость не более 20 км в час. Сказать, что улица освещена мало, значит ничего не сказать. Людей, переходящих дорогу, просто не видно. Редкие фонари скорее слепят, а фары машины не спасают. Раньше на улице 40-летия Победы был всего один единственный пешеходный переход. И оборудовали его тогда по всем правилам. Он с двух сторон окружен искусственными неровностями. Он был когда-то освещен. Когда мы колесили по улице 40-летия Победы, ситуацию усугубляла погода. Небо было в тучах. Днем здесь светло, однако жить по солнцу еще не удавалось никому. Кинотеатры, учреждения дополнительного образования, спортивные сооружения зачастую востребованы именно во второй половине дня, когда начинает смеркаться. Сама по себе улица 40-летия Победы очень востребована пешеходами. Ведь здесь детская школа искусств, стадион, общеобразовательная школа, детский сад. Здесь постоянно ходят дети и их родители. Дорогу очень часто переходят дети. По вечерам дети идут на кружки в школу искусств. Родители забирают малышей из детсада. Переход у последнего – отдельная история. Еще один пешеходный переход, который ведет прямо в детский сад. Однако он не оборудован ни лежачими полицейскими, да и выходит с проезжей части и идет прямо на проезжую часть. В свое время это обращение жителей отработали, видимо, просто для галочки. Знаки вбили в обочину, не заботясь, удобно ли переходить. Выводы с самого поверхностного нашего осмотра неутешительны. В регионе работает национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Однако эта улица пока остается небезопасной и с некачественным асфальтовым покрытием. Горожане, живущие рядом, недовольны состоянием освещения дороги и тротуаров. Говорить об этой проблеме готов каждый прохожий. У каждого свой взгляд на возможности решения, но все солидарны в одном. Так дальше жить нельзя. Скажите, пожалуйста, вам нравится освещение улицы «40 лет победы»? Нет, конечно. Тем более вот у меня проблемы со зрением. Это вообще катастрофа. Я живу вот на этой стороне, где стадион, а дальше вот кинотеатр, да. И раз в месяц мы ходим, допустим, с подругой на концерт. Без соседки я идти не могу. Вот только под ручку. По этой стороне вообще невозможно пройти. Пройти невозможно потому, что местами вместо тротуара автостоянки. Где-то дорога для пешеходов и вовсе разрушена. Иногда сложно понять, где ты – на тротуаре или уже на проезжей части. Даже если проблем со здоровьем нет, зрение в норме, ходить все равно страшно. Но главная забота всех, кто рассказывал нам об этой улице – дети. «Ужасно. Мне не нравится, потому что темно достаточно, дети ходят через улицу, страшно переходить дорогу». Промежуточный итог осмотра улицы и разговоров с прохожими. На обращение людей власти реагируют. Попросили больше пешеходных переходов – сделали. Однако вопрос качества и соблюдения нормативов подрядчики обошли. В Заволжской администрации нам согласились дать комментарий по обращениям жителей. Об уличных проблемах знают. Безусловно, в этом году в рамках исполнения поручений она вошла в ремонт по программе «Безопасные качественные дороги». Безусловно, эта улица на сегодняшний день, скажем, не совсем в нормативном состоянии. Есть у нас очень много обращений от жителей. И как по пешеходной части, пешеходно-тропиночной части, так и по самому покрытию. То есть у нас требуется ремонт бордюрного камня, требуется освещение пешеходных переходов. Поэтому в рамках «Безопасные качественные дороги» этой программы в этом году будет выполнен капитальный ремонт. В этот раз власти обещали внимательнее следить за качеством работы подрядчиков. В Ульяновске будут отремонтированы все улицы, имеющие в названии отношение ко Дню Победы. Эта акция приурочена к 75-летию Победы. В этом году по всей области пройдут масштабные дорожно-строительные работы, которые по нормативам нацпроекта включают в себя установку дорожных знаков, обновление остановок, проведение освещения и ремонт тротуаров. Мы будем следить за работой подрядчиков. Если у вас возникли вопросы по экологии, благоустройству, состоянию улиц в вашем населенном пункте, звоните нам, мы постараемся вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok